Паразиты существа, живущие за счет других, они не только рядом с нами, но и внутри нас. Тело человека – благотворная среда для их размножения. Длинные, достигающие нескольких метров, или, напротив, невидимые глазу вредители. Их мир огромен. За тысячелетия своего существования они научились так хорошо приспосабливаться, что организм бывает не в состоянии их распознать, несмотря на огромный вред, что они могут нанести. Согласно статистике, разного рода паразитами заражено около 5 миллиардов людей в мире. Заразиться биогельминтозами может абсолютно каждый, вне зависимости от своего социального статуса, пола, возраста или иных факторов. Паразиты присутствуют везде – в наших продуктах, в воздухе, в воде, в почве. Заразиться ими легко, а вот избавиться – трудно. Порой пациенту приходится несколько раз проходить терапию. Опасность еще заключается в том, что заболевания часто маскируются под хронические недуги или вовсе не проявляют себя видимыми признаками. А между тем, паразиты уже отравляют наш организм, питаясь им. Как узнать, что вы подверглись их атаке? Что такое ложноположительная реакция? И можно ли народными средствами избавиться от глистной инвазии? Об этом вам сегодня расскажет программа «Теледоктор». Здравствуйте! Паразиты в теле человека могут появляться когда угодно и жить в нем сколько угодно. Черви, насекомые, амебы. Микроскопические организмы, казалось бы, безобидные на первый взгляд, они могут отнять жизнь, разрушая иммунную систему человека. Порой невидимые человеческому глазу, они методично делают свое страшное дело. Для того, чтобы найти паразита, нужно постараться и доказать, что он у тебя есть. Каждый может считать, что он инвазирован, инфицирован паразитом. Почему? Потому что механизм передач чаще всего немытые руки, немытые овощи, немытая, не кипяченая вода, либо употребление непрожаренных продуктов, таких как мясо и, допустим, рыба. Каждый всегда вспомнит момент жизни, что он это когда-то гиену нарушал или ел, допустим, те же стеки с кровью. По данным Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда человек в год заражаются именно гельминтами. Вот для нашей страны наиболее актуальны нематодозы, то есть это круглые черви. И у детей особенно очень часто выявляемый эндробиоз, то есть астрийцы, аскориды попадаются, власоглавы. То есть вот это вот именно перечень тех гельминтов, которым наиболее часто заражаются дети и достаточно часто взрослые. В современном мире насчитывается около 300 видов паразитов. Они невероятно живучи и устойчивы к окружающей среде. В группе риска – дети. Главная причина в том, что малыши еще не могут тщательно следить за своей гигиеной. И у них низкая кислотность желудочного сока, которая, в отличие от взрослого человека, не страшна паразиту, попавшему в организм. Дети уже, когда они переходят в возраст с детской кроватки, там 6-7 месяцев, они вообще-то мир познают через рот. То есть они все ташут в рот. И у них еще гигиенические навыки, естественно, не сформированные. И иммунитет еще не такой устойчивый. И поэтому они достаточно часто заражаются. А если еще дома есть животные, которые часто выходят на улицу, например, то вероятность заражения еще больше. Всплеск детских паразитарных заболеваний обычно наблюдается осенью. Возвращаясь с детьми из отпуска, родители часто, помимо хороших впечатлений и воспоминаний, привозят весьма неприятные сюрпризы. На нашей практике это остриц, энтербиоз. И аскориды попадаются. Ну, в общем-то, у детей чаще всего вот это вот. И родители чаще всего это замечают, когда они обнаруживают или в экскрементах, или на белье обнаруживают именно остриц. Активность паразитов обычно увеличивается ночью. Пока малыш спит, самка остриц выползает из волкишечника и может отложить возле ануса большое количество яиц – до 5000 штук. Как следствие, у ребенка возникает сильный зуд. Казалось бы, без видимых причин. Они же микроскопические, чисто визуально-то мы их не увидим. Мы их увидим, когда они уже формируются, клесты. Мы можем увидеть расчусы. То есть ребенок может заразиться, ауто-заражением может быть. Если родитель не заметил, а ребенок расчесывает, яйца попадают под ногтевую пластинку и происходит обратное заражение этим же. То есть тот же путь проходит. Любые глисты, попадая в организм, на стадии личинок, по крови распространяются в любой орган. Могут попасть куда угодно. Есть, допустим, для эхинококоза, может быть, чаще всего это легкие, либо головной мозг поражается. Для бычьего цепня и свиного цепня также есть поражение головного мозга. То есть они могут заселиться в любом месте, поразить любой орган. Вне зависимости от того, где обитают паразиты, они выделяют большое количество токсических веществ. Чем массивнее заражение, тем больше интоксикация, тем хуже это сказывается на самочувствии человека. Могут появиться головная боль, головокружение. Эти признаки мы часто принимаем за перепады погоды и пьем различные лекарства. Но есть нечто, что напрямую нам указывает на то, что наш организм подвергается атаке вредителей. Чаще всего это непонятные аллергические реакции. Слабость, сонливость, головные боли, на которые нет никаких причин. Вот это может быть проявлением любой глистной инвазии. Допустим, для дефилобатриоза характерно, допустим, нарушение всасывания. Наличие анемии – это большое подозрение на то, что у человека могут быть глисты. У детей это проявляется нарушениями со стороны желудочно-кишечного тракта. То есть снижается аппетит, появляются какие-то расстройства пищеварения, то есть тошнота, может быть рвота. Есть такое явление, как бруксизм, то есть когда дети скрипят зубами ночью. Это достаточно часто взрослые отмечают. Бывают неустойчивый стул, бывают расчесы. Очень часто какие-то аллергические заболевания стартуют именно с заражения гельминтами. То есть организм сопротивляется, вырабатывает, соответственно, эти дела. Попав в наш организм, паразиты начинают питаться нами. Вдобавок мы недополучаем витамины, минералы и различные питательные вещества. В итоге обостряются хронические болезни. Начинают беспокоить воспалительные процессы в носоглотке. Гайморит, стоматит. У женщин и девочек возможны вульвовагенит, бактериальный вагеноз. Есть данные о том, что при продолжительном заражении острицами возможно развитие воспалений придатков. Например, ту же бронхиальную астму гельминты достаточно сильно могут усугубить, то есть вызвать приступы астмы, какие-то кожные заболевания. Поэтому это достаточно серьезно. Тот факт, что человеческие глисты провоцируют развитие многих болезней, которые, казалось бы, никак не связаны с гельминтозом, в настоящее время подтверждают самые разнообразные исследования. В частности, существует теория о том, что глистные заболевания связаны с развитием онкологических процессов. В случае с апистархозом, в общем-то, доказано, и Всемирная организация здравоохранения, то есть там доказательный уровень идет довольно-таки высокий, что это является, в принципе, придраковым заболеванием. А апистархозом северяне болеют часто. Средний показатель заболеваемости по округу превышает общероссийские вразы. Недуг характеризуется поражением протоков печени, желчного пузыря и протоков отжелудочной железы. Заразиться несложно, причина тому рыба. Не забываю, что апистархоз болеет рыба карповых пород. Там есть в особенности патогенеза и натропность к слизи рыбам карповых пород. И многие говорят, я не ем рыбу карповых пород. Начинаем разговаривать, что они могут разделывать на доске рыбу карповых пород. На этой доске следом режут хлеб. То есть не зря же, допустим, в столовых четкое распределение существует. Это для сырых продуктов, это для продуктов непосредственно без термической обработки, которые идут в пищу. Также у каждого в доме должно быть. То есть доска для сырых продуктов, для сырого мяса, для сырой рыбы, и доска для хлеба, овощей и других, допустим, фруктов. Потому что здесь тоже инфицированность спокойно происходит. Апистархоз тоже, да, наблюдался. Бывает такое. Но не так часто, как у взрослых, потому что все равно сырую рыбу дети кушают меньше, чем взрослые. Поэтому у детей она, конечно, тоже есть. Поэтому с апистархозом дети у нас тоже выявляются, но лечим мы их на базе инфекционного отделения, потому что за ними нужно наблюдать. То есть на участке ребенок неделю проходит подготовку. Мы определенные препараты даем, чтобы немножечко реакцию организма снизить. Потом мы договариваемся, ребенка ложим в стационар, там пролечивают и потом еще наблюдаем. В прошлом году специалистами городской больницы было выявлено 54 новых случаев апистархоза, окружной почти три сотни. Но еще одна напасть постерегает северян при употреблении в пищу рыбы, это дефилопатриоз. Очень интересная инфекция, потому что в ее лечении используется дозировка яда в два раза больше, чем для лечения апистархоза. То есть достаточно серьезная инфекция. Болеют чаще всего щуки дефилопатриозом. А у нас что люди любят? Щучью икру. И по нашему опыту мы замечаем, что чаще всего употребление щучьей икры свежей приводит к тому, что люди инфицируются. Паразиты в организме человека могут жить бессимптомно длительное время. Позже, когда их количество значительно увеличивается, они наносят непоправимый вред здоровью. В России бывали случаи, когда люди умирали от глистов. К таким смертельно опасным гельминтам можно отнести угрицу кишечную. Она способна распространяться по всему телу, включая легкие. Этот уникальный паразит имеет три цикла развития. В зависимости от условий окружающей среды он меняет свое местоположение, перебираясь в разные органы. Для того, чтобы решить, есть у вас паразиты или нет паразитов, нужно все-таки пройти обследование. И для того, чтобы подумать, что у вас есть паразит, нужно вообще обратить на себя внимание. В лабораторное отделение окружной больницы ежедневно поступает порядка 2000 исследований. Из них сотни – это анализ на наличие паразитов, живущих в организме человека. Комплексное обследование включает общеклинические и специфические анализы на самые распространенные и важные в клиническом плане гельминтозы и протозойные инфекции. Общеклинические тесты, общий анализ крови, лейкоцитарная формула, анализ кала на яйца гельминтов и анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших. Это препарат из фекалии с определенным реактивом. На данный момент у нас препарат приготовлен с раствором любви. Которые при обнаружении, если мы видим какие-то яйца, они окрашиваются соответствующими, особенно протозоузами. То есть простейшие. Мы можем видеть простейшие. К ним относятся простейшие лямблии и амебы. Вот у нас был случай. За последние, наверное, 30 лет мы первый раз выявили малярию. Вот обнаружили, бывают такие случаи, завозной, ну это как завозной путь. И был обнаружен пациент, провели соответствующие исследования. То есть у нас исследования, конечно, и толстые капли, и иммунохроматографические исследования подтверждающие. Ну то есть как бы золотым стандартом является микроскопия. Медицинское обследование может вывести паразитов, когда видимых признаков болезни не наблюдается. Многие из вредителей имеют фекально-оральный механизм передачи инфекции. И, по крайней мере, на одном этапе жизненного цикла поражают различные отделы пищеварительного тракта. Мы в посадке мочи также можем обнаружить яйца-остриц, и также обнаружить им такие простейшие, как трихомонаты. У нас работает мочевая станция, и здесь мы можем посмотреть... Я вам сейчас покажу. Пожалуйста, у нас здесь микрофотография на каждый препарат. И если мы выявляем какие-то гельминты и протозоузы, мы их обязательно видим и указываем. Традиционные анализы не всегда дают стопроцентную гарантию, потому что количество паразитов в организме на момент обследования может быть недостаточным для их выявления. Либо они находятся в стадии миграции. Соответственно, яйца гельминтов не выделяются вместе с каловыми массами. Если массивная глистная инвазия в человека попала, и это свежее заражение, вот только произошедшее, их очень много, конечно, с одного кала можно найти яйца глистов и определить, кто и с чем вы инфицированы. Когда эта инвазия не сильная, в человека не попадает дополнительно определенного количества глистов с пищей, то найти в кале с одного порции просмотра очень тяжело. Поэтому мы назначаем исследование кала несколько раз, с каждого стула. И когда мы подозреваем глистную инвазию, мы прицельно просим смотреть лабораторию, чтобы они нам смотрели. Потому что яйца глистов глазом не видно. Человек при заборе кала не может увидеть, что это яйцо глиста, и вот прям положить в баночку, чтобы лаборант это нашел. У нас есть модификация метода сентиментации с применением концентраторов парасет. Данный метод – это метод накопления. При низкой степени паразитемии этот метод актуален. То есть происходит накопление яиц, и мы можем выявить яйца даже при очень низкой степени паразитемии. Здесь мы выявляем как яйца гельминтов, личинки, так же и протозаузы. То есть это простейшие, такие простейшие, цисты простейших, таких как лямблии и амебы. Но также у нас используются иммунохроматографические тест-системы для выявления антигенов. Данный метод, вот данный набор для исследования антигенов лямблии. То есть вот лямблии – такое заболевание, так же как и амебы, что они могут иметь две стадии развития – вегетативную стадию и стадию цист. То есть вегетативную стадию, естественно, мы можем увидеть в том материале, который доставляется сразу. То есть слизистогнойная фекалия, там мы их можем увидеть. Но этот метод, конечно, чем хорош, что в тот момент, когда еще цисты не образовались, здесь данный тест, он дает положительную реакцию. У врачей достаточно уже наработанный опыт лечения гельминтозов. Лечение происходит не каким-то одним препаратом, а наиболее эффект дает не монотерапию, а несколькими препаратами, допустим, двумя препаратами. А когда уже происходит дегельминтизация, то нужно убрать вот эти симптомы интоксикации из организма ребенка. То есть тошноту, рвоту. То есть мы используем препараты, которые это компенсируют. Так как человек может быть заражен разными видами гельминтов, то важно правильно подобрать специфический препарат. Поэтому решение, как лечить и чем лечить гельминтоз, должен принимать только специалист после проведения анализа. Важно учесть, что лекарства от глистов очень токсичные. Поэтому выявить симптомы и назначить лечение гельминтов у человека может только врач, установив диагноз. В процессе назначения лекарств учитывается вес человека, его возраст. Конечно, органы страдают. Мы понимаем, что это живой организм. Чем мы будем лечить? Ядом. То есть все противоглистные – это яды. Но чаще всего, что при апострахозе, при лечении страдает печень. Нагрузка на печень идет колоссальная. Но для этого идет подготовка. Перед лечением готовится печень. В последующем назначаются гепатопротекторы. Ну и давайте посмотрим. Выдержит, допустим, яд. И в последующем, если он не попадает, печень восстанавливается. Это прекрасный орган, который саморегенерируется, полностью восстанавливается. А если мы не лечим апострахоз, мы получаем цирроз печени. Тоже проблема с печенью, либо рак печени. Существует много советов о том, как вывести глистов у человека в домашних условиях. Но все же гарантированный метод избавления от паразитов – медикаментозное лечение. Нужно обязательно проконсультироваться с врачом, а не практиковать исключительно лечение народными средствами. Народные средства не убивают. Они уменьшают количество паразитов. Они способствуют тому, что им становится неблагоприятно. Вот в этот момент, когда народные средства употребляются, очень хорошо сдавать кал, когда они начинают активно покидать неблагоприятную среду. Но 100% нигде не написано, что чесноком можно вылечить апострахоз. Если бы это можно, ну кормили бы мы чесноком людей и лечили бы все так. Все-таки яда, только яда убивают. Сюда можно отнести и рекламу из интернета. Страницы сайтов просто пестрят уникальными рецептами и препаратами, позволяющими за одну ночь вывести из организма кишащих паразитов. Я считаю, что это просто хороший пиар-ход. Людей начинают пугать. Для чего? Для того, чтобы проломбировать БАДы, которые не лечат большинство паразитов. Это достаточно серьезно. И при любом подозрении на заражение гельминтов обязательно надо обратиться к врачу, не заниматься самолечением. Потому что в данном случае должен быть комплексный подход. То есть врач знает, что нужно сделать. Нужно этому ребенку сделать подготовку перед тем, как выводить глистов. Допустим, дети с аллергической реакцией, они требуют подготовки. Граммы профилактики заменяют пуды лечения. Крылатая фраза профессора Пирогова здесь очень кстати. Чтобы не допустить заражения, важно понимать, какими бывают причины инвазии, что такое гельминтоз. Для того, чтобы, допустим, от рыбы не болеть, тут вопрос принципиально термической обработки. То есть рыбу нужно правильно термически обрабатывать. При хорошей термической обработке вы никогда не инфицируетесь. Допустим, рыбные пироги должны выпекаться минимум 60 минут. Для того, чтобы полностью быть стопроцентно, нам гарантировано, что там нет никаких глистов. Те же щучьи котлеты, они должны быть пропечены достаточно хорошо и тушиться до 40 минут под плотной крышкой, чтобы нам гарантировать, что там не будет дефилобатриоза. Если мы жарим рыбу, то куски рыбы должны быть разморожены, не толстые, до 100 грамм. И хорошо обжариваться по 15 минут с каждой стороны. Чтобы не заражаться, естественно, есть меры профилактики, то есть соблюдение гигиенических правил. Обязательно после уборной или после улицы мыть руки с мылом. Перед едой мыть руки обязательно. Мыть овощи, фрукты, которые мы покупаем в магазине. Чтобы животные тоже, в общем-то, были под присмотром ветеринара. И соблюдая все эти гигиенические правила, есть вероятность не заразиться вот этими вот гельминтами. Вот если человек хочет узнать, есть ли у него паразиты, куда ему обращаться? Ну, первоначально, конечно же, человек в таком случае обращается к своему врачу-участковому терапевту. То есть врач его осматривает, собирает. Она у нас проводит какое-то обследование и в дальнейшем уже направляет этого пациента либо к узкому специалисту, до обследования, у которого показывается, либо на какой-то метод исследования. Но первоначально это, конечно, участковый терапевт. А сколько стоит такая услуга? Если человек застрахован, он имеет страховой медицинский полис, он прикреплен к этой больнице, то для него это будет бесплатно. Врачи говорят, что заражение паразитами – распространенное заболевание. К примеру, 7 из 10 человек заражены глистами. Паразиты могут жить в любом органе нашего организма, травмируя его и нейтрализуя иммунную систему. Но после того, как пациенту была подобрана правильная система лечения, заболевание удается вылечить. Поэтому, задавая себе вопрос, а нет ли у меня паразитов, а не заражу ли я ближних, не стоит бояться. Нужно сразу обратиться к доктору и пройти обследование. Будьте здоровы! Всего доброго! Это была программа «Теледоктор». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok